В светлый праздник Пасхи хочется порадовать своих родных вкусной и ароматной выпечкой. Всегда думала, что пасхальный кулич — это просто верх кулинарного искусства, который никогда не осилить, а под силу это только нашим бабушкам. Но в этом году я решила рискнуть и попробовала сделать сама. И если вы так же, как и я, решили не покупать пасхальный кулич, а самостоятельно приготовить дома, то этот рецепт требует терпения и, конечно же, чистого сердца. Результат превзойдет все ваши ожидания. Этот рецепт самого вкусного, самого ароматного кулича. Для начала приготовим опару. Смешайте все ингредиенты в миске. Молоко должно быть именно теплым, а не горячим. Это очень важно. Для этого рецепта дрожжи рекомендую использовать именно свежие, а не сухие. С ними тесто поднимается намного выше, и вкус кулича становится неповторимым. Муку обязательно просейте заранее. Накройте опару крышкой или пищевой пленкой и дайте постоять минут 20 в теплом месте. Я поставила на подоконник на солнце. В качестве наполнителя для теста я использую изюм и сушеную клюкву, которая придает изумительную кислинку. Залейте изюм с клюквой кипятком и оставьте на 10 минут. Затем выложите на сухое полотенце и оставьте высыхать. Для приготовления теста отделите желтки от белков. Нам понадобятся только желтки. Через 20 минут дрожжи активировались, и вы можете здесь увидеть признаки жизни. Опара выросла в несколько раз. В подошедшую опару добавьте клюкву. Добавьте сахар. Добавьте куркуму в молоко. Это делается для красивого золотистого цвета кулича. И хорошо перемешайте. И влейте также в опару. Также добавьте щепотку соли, желтки и все хорошо перемешайте. Постепенно добавьте 1 кг просеянной муки. И тщательно вымешивайте тесто. Субтитры создавал DimaTorzok Когда вымешивать ложкой становится трудно, вспомните о том, что тесто любит теплоту рук. Насыпьте немного муки на рабочую поверхность и замесите тесто до получения однородной и эластичной массы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда тесто готово, переместите его в глубокую емкость, накройте пищевой пленкой и уберите в теплое место на 1 час. Тесто должно подняться в два, а то и в три раза. Субтитры создавал DimaTorzok Затем добавьте сметану с высокой жирностью. Это важно. Также добавьте растительное масло и все хорошо перемешайте. Добавьте сливочное масло комнатной температуры и хорошо перемешайте. Добавьте сухофрукты. Добавьте сухофрукты. И я также добавляю сушеный ананас. Все, тесто готово. Накройте его пищевой пленкой и уберите в теплое место на 1 час. Через 1 час у меня тесто настолько поднялось, что начало убегать из кастрюли. Вот так здорово работают свежие живые дрожжи. Субтитры создавал DimaTorzok Я использовала бумажные формы для выпечки. Большие и маленькие. Наполните формы тестом на 1 треть. У меня получилось 3 больших и 3 маленьких кулича. Переместите куличи на решетку, накройте пищевой пленкой, кухонным полотенцем сверху и оставьте на 30 минут, чтобы тесто поднялось. Выпекайте в заранее разогретой духовке при температуре 160-170 градусов. В зависимости от вашей духовки, конечно. Я выпекаю в течение 37 минут маленькие куличи и 40 минут примерно нужно для выпекания больших. Пока куличи выпекаются, приготовим глазурь. Добавьте сахарную пудру и сок лимона в яичные белки. И взбейте миксером на высокой скорости до образования пиков. Я люблю, когда глазурь немного жидкая. В таком случае она будет красиво стекать с теста. Проверяем куличи на готовность. Дома стоит невероятный аромат сдобной пасхальной выпечки. Уберите бумагу с куличей и давайте украшать. Добавьте глазурь сверху так, чтобы она стекала. Добавьте глазурь. Субтитры создавал DimaTorzok Для украшения я буду использовать сухие апельсины. Я их приготовила заранее. Просто нарежьте и сушите в духовке при 70 градусах около 2 часов. Также у меня тут палочки корицы, миндальные орехи и безе. Для украшения на самом деле можно использовать свою фантазию. Куличи мы используем сухие апельсины. Куличи можно завернуть вот таким красивым способом в пергаментную бумагу. Давайте посмотрим, какие же они внутри. Куличи получились невероятно мягкими и воздушными. Христос воскрес! Приятного аппетита!